здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня 3 января и это первый день когда работает биржа в новом году что произошло накануне накануне 2 января биржа работала в америке и я просто внимательно смотрел индекс s&p 500 продолжал расти трамп сказал что 15 января будет подписана фаза номер один с китаем и немедленно приступаем к переговорам по фазе 2 понятно что это словесная атака но тем не менее это он стремится подтолкнуть индекс s&p 500 вверх что это значит это значит что все акции должны расти ну по крайней мере в начале года по крайней мере до 15 января если что-то не случится если акции растут то это значит производство растет это значит что все хорошо и это значит что в том числе и нефть будет расти второе то что я прочитал сегодня рано утром когда я просыпаюсь я смотрю на новости и в новостях что я вижу а в новостях главная новость это то что ну совсем недавно была атака на американское посольство в ираке и естественно америка обвиняет в этом иран здесь ничего никакой новости особой нет потому что чтобы не случилось естественно америка обвинит иран но вот вчера или сегодня ночью я читаю новость что американцы направили свои дроны и на территории ирака по моему где-то там в районе аэропорта ехали какие-то очень очень крупные начальники военачальники из ирана и американцы уничтожили буквально колонну машин в которой ехали в том числе насколько я понял второй в министерстве обороны ирана человек то есть они их убили потому что они их обвиняют в организации атаки на посольство правда правда сказать они атаковали посольство нет замешаны нет никого не интересует просто взяли и бабахнули я состыковал вот эти вот новости что индексы растут акции растут значит промышленное производство должно расти значит не должно расти и если бабахнули то это значит напряженность в персидском заливе где танкеры идут и иран наверняка нефть заблокируют какую-нибудь кроме того турция посылает одобрила свои войска в ливию ливия тоже нефтедобывающая страна то есть соответственно спрос на нефть со стороны промышленности увеличивается а предложение нефти резко может сократиться я почему-то решил что нефть должна резко вырасти и сегодня первый день работы биржи я бегом бегом побежал и прямо сразу решил что нефть должна вырасти короче говоря давайте посмотрим что случилось на самом деле с нефтью вот сейчас вы видите график нефти вот это вот открытие биржи накануне нефть стоила ну смотрите low 66 66 то есть 66 целых 66 сотых доллара за баррель стоила нефть она закрылась последний день 66 63 вот 66 66 и резко скакнула максимум 68 21 это за буквально ну за пять минут ну насколько она скакнула на полтора доллара моментально за пять минут потом она продолжила расти вот что я сделал но даже страшно говорить я я не стал покупать нефть я купил опционы кол на нефть и и продал опционы кол на нефть же это можно делать одновременно опционы с разными страйками поэтому грубо говоря я приобрел что приобрел вертикальный спред на рост нефти вот и заработал на этом уже какую-то денежку но на пике у меня было сегодня плюс 25 тысяч рублей сейчас плюс 16 показывает личный кабинет но тоже неплохо на самом деле за несколько часов на новостях заработать такие денежки опционы те самые про которые я говорил с посмотрите но индекс ртс естественно если s&p растет то значит и ртс растет если нефть растет на 4 с растет если нефть растет значит доллар падает значит и ртс тем более растет поэтому вот у меня две стратегии одна сейчас на рост ртс другая на рост нефти которые вы сейчас прямо и видите ну здесь прибыль дня 7152 рубля там еще остальное на акциях на акциях что у меня произошло на акциях акции американских компаний посмотрите что произошло с акциями американских компаний в частности сина корпорейшн сина корпорейшн давайте я включу график вот тут недельный сина корпорейшн давным-давно значит падала она падала и где-то вот здесь вот я ее то ли здесь то ли нет вот здесь я ее купил вот я купил сина корпорейшн ну потому что я посмотрел по параметрам вот в той самой табличке финвиз на сайте я посмотрел что по всем параметрам в принципе компания хорошая но из-за того что сина корпорейшн это китайская компания то китайский в основном мессенджер вейбо в результате вот торговых войн с китаем она сильно упала сейчас с китаем вроде налаживается отношения у америке но как-то более-менее и должна просто но как бы расти я решил что должны расти акции компании сина корпорейшн я их купил то есть но ниже ну смотрите раз-два то есть на минимальной точке я их купил вот но на какую сумму их купил на 2000 долларов я их купил ну вот соответственно они подросли сейчас у меня 606 долларов на та самая компания nike про который я говорил который вот посоветовал павел пахомов это потребительский сектор nike тоже он он не вырос сразу nike сразу не вырос он вырос всего там на один процентом почем его купил посмотрите по 99 52 сейчас у него сто один тридцать шесть на два процента он вырос ну хороший рост за там пару недель в долларах вот вполне себе когда это было 15 12 до за две недели ну тоже неплохо в долларах вот сина корпорейшн 604 вот в данный момент долларов вчера очень активно росла почему она росла активно потому что она кроме всего прочего еще и объявила buy back вот это очень хорошее известие вот поэтому что такие выводы надо во первых следить за новостями надо грамотно анализировать и новости но вы видели да я просто состыковал какие-то новости что нефть должна вырасти но элементарно индексы растут нефть растет повторяю и напряженность персидском заливе напряженность в ливии значит закрываются какие-то поставки нефти прекращаются наверняка это будет то есть нефть еще вырастет все просто вот ну такие вот стыковочки и на этом можно заработать самые большие деньги зарабатываются естественно на опционах о том как это делать я рассказываю биржа для чайников дело в том что это очень-очень ну здесь очень рискованные вещи очень рискованные поэтому здесь у меня очень небольшие суммы денег всего тут то 50 тысяч рублей вот поэтому здесь очень очень риски высокие особенно с опционами не лезьте туда ни в коем случае самостоятельно вот если вы хотите как-то начать торговать на что-то научиться то сначала я вам советую ну как минимум если у вас нет никакого опыта как минимум биржа для чайников как минимум начать просто пытаться ставить заявки снимать заявки пытаться торговать пытаться если вы хотите да вы можете на срочный рынок пойти но только с фьючерсами потому что ну на фьючерсах там тоже очень большие риски но не такие большие как с опционами потому что если вы затаритесь опционами по самое не хочу то если опцион не в деньгах то на момент экспирации опционы превращаются в ноль вот но оказывается что это ну вот с кем-то я вебинар сейчас смотрел дмитрий солодин по моему но сравнивают опционы со скальпелем то есть скальпель это инструмент хирургический которым можно очень легко порезаться очень много можно сильно навредить но без скальпеля невозможно лечение то есть скальпель это самый необходимый инструмент самый эффективный для часто лечение поэтому опционами надо заниматься я уверен но сначала сначала надо освоить ну по крайней мере биржу для чайников но ссылочку вы естественно увидите и внизу и вон там он там вот я зеркало вижу себя вот а на сегодня все лайк подписка колокольчик спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи